Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Дал себе слово, что буду чаще выпускать ролики, но, к сожалению, сложившаяся ситуация в моей стране не позволила этого сделать. Как вы знаете, сейчас в Беларуси проходят мирные митинги, люди выходят, интернета нету. Хотелось бы, конечно, сказать многоуважаемым силовикам, чтобы они как-то были менее агрессивными. Люди просто выходят на то, это и мирный митинг, это не военный митинг, это не митинг, я хочу получить дубинкой по спине. Они просто выходят и высказывают какое-то свое мнение. И я думаю, что все-таки применять насилие к обычным людям не стоит. Как и людям в отношении силовиков, конечно же. Насилие это всегда плохо и ужасно. Я знаю, что мой канал иногда посматривают и ОМОНовцы, и ГАИшники, и милиция, потому что ребята эти подходят ко мне на улице, разговаривают, фоткаются. Так вот, пацаны, ну давайте будем человечными, зачем вот это вот все? Я просто не хочу больше видеть в интернете ролики, где происходят какие-то потасовки между обычными людьми и силовиками. На это просто больно смотреть. Я надеюсь, что все будут благоразумными. Пожалуйста, не применяйте силу. Я правда сейчас переживаю за ситуацию, что происходит в моей стране, когда люди просто сейчас боятся выйти из дома. Потому что могут дубинкой получить. Была небольшая минутка лирического отступления, а теперь минутка рекламы. Реклама моего мерча. Мерч. Люди не меняются. Сейчас как никогда актуален, как говорится. Грустный смайлик. Люди не меняются. Отличное качество. Работали долго с моими ребятами, дизайнерами. Душу вложили в этот мерч. По ссылочке в описании и в закрепленном комментарии вы можете его найти. Сейчас, как вы видите, рекламы на канале вообще нет. Поэтому, когда вы покупаете мой мерч, вы очень сильно мне помогаете. Правда. Ну а сейчас из названия ролика, как вы поняли, мы будем смотреть новый клип Давида Манукяна и Филиппа Киркорова. Я не могу пройти мимо Давида. Нравится мне этот человек. Прекрасный исполнитель, рэпер, вайнер, сливатель номеров. Хайпит как может. Господи, мне бы у него поучиться. Мне кажется, не каждый человек может записать коллапс с Филиппом Киркоровым. Он должен быть очень популярным, либо гей. Вот тут с Давидом, конечно, надо разобраться. Но не суть. Это не важно. Каждый занимается чем хочет. Занимается сексом с чем хочет. А сейчас я буду заниматься сексом с клипом Давида. Потому что я планирую, что он меня все-таки изнасилует. Видеоработа называется Роликсы. Как же классно быть каким-то крупным брендом, на которого все дрочат. Песни есть про Луи Виттон, про Гуччи. Теперь вот и про Роликсы. Хотя, наверное, кто как и живет, про то и поет. Надо трек про Бершку записать, наверное, с Поломбиром. В общем, давайте смотреть. Это мои ножницы. Маникюрные ножницы. Все, мне надо записать свой собственный трек про мою собственную жизнь. Я этим займусь в самое ближайшее время. Это мои роликсы звонят. Они начали делать умные часы. Или сейчас вообще не важно, чтобы был смысл. Даже минимальный. Давид, у меня вопрос. Ты кто там? Цыган, что ли? Откуда у тебя столько часов? О чем ты поешь? Ты проходишь кастинг какой-то русский сериал на любую роль? И ты просто забываешь, кто ты сегодня. Повар, медработник, я не знаю. Строитель. Такой, Роли на руке! Блядь, все на руке записано. Так, кто я? Ага. Говно жуй! Ой, простите. Мне кажется ли, это просто трек Фейса «Я роняю запад». И это с учетом того, что Фейс тоже сбайтил у кого-то этот трек. Я обычный в шмотках с рынка, деньги крутит тот мужик. И я хотел бы быть богатым, но для Бузова я пшик. Пу-пу-пу-пу-пу, я рэпер! Ну, мой папа почти на пенсии, поэтому нечем гордиться, собственно, братан. Ты, получается, за счет обычных людей самоутверждаешься? Сказал бы, я богаче, чем Илон Маск, ёпта. А, ну тогда это было бы вранье. Окей, ладно, если мы тут понты кидаем, вот так вот можешь, бля? А? М? Элтаган. А, вот так могу, вот так вот. Лол. Можешь, а? Лох, бля. Давид, я тебе скажу честно, если Илон Маск услышит этот трек, вход на Марс тебе будет точно закрыт. Там, знаешь, вот пропускной пункт будет, ты приходишь, такой, не-не-не, брат, брат, не-не-не-не-не-не-не. Нет, ты, конечно, извини, но с таким творчеством на Марс не пускают. Долгий логотип, ё-да, я всегда первый, хоть и не Пётр. Самое прикольное, что первые треки у Давы, они были такие романтические, пацанские, бля, как хавали навали, бля. Ты ещё кауайна, вот эта вся история, бля. А сейчас Дава как бы, ну, понимает, что в тренде, там, Маргин Штраус, кто ещё? Всё, наверное, да, у детей. И он такой, буду как Маргин Штерн теперь, надо, бля, баса навалить, вот это вот всё. Лучше бы уж ты те душевные треки пел. Дорого-богато на столе Асётр, был на дне и увидел там мото. Вылезает... Дорого-богато на столе Асётр, был на дне и увидел мото? Ты чё, бля, сказал, что мото плохой артист? Ща весь Блэк Стар приедет на разборки, со словами следи. Армянская диаспора. Я только что загуглил мод по национальности грек. А, тогда ладно. Хотя, наверное, про мото я, бля, неправильно. Мода, может быть? Просто, получается, стравил мото сейчас с Давой. Жду вас на битве за хайп. Отпилки в голове! Отпилки в голове! Очень хочется посмотреть реально на человека, который написал этот текст. Какое техническое задание ему давал Дава? Короче, брат, давай возьмём какой-либо бренд. Ну, типа, любой, популярный, дорогой. Там, Баленсиага. Ну, как-то, знаешь, сложно с рифмами. Балла на мне. Балла хорошо сидит на мне. Балла на тебе. Нет, не то. О, может быть, офф-вайт, оффик на ноге, стоник на руке. Роликс? Роли, роли, роли. О, хорошо запоминаю. Роли, роли, роли. Блин, я где-то такой трек слышал уже. Ролин, 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 ролин. Пофигу, можно переделать. Роли на руке. Блядь. О, о. А давай возьмём какую-нибудь западную песню, может быть. А может, нашу какую-нибудь фэ... Да, норм... А, это, бля... И так сожрут. Блин, ну иногда всё-таки опасно деньги в налике держать, потому что тебя могут ограбить, и денег больше не будет. И если уж держишь в налике, то, надеюсь, в валюте, конечно же. Роли на руке, я не жду зэпэ. Братан, ну если на последние бабки купил роликсы, то, блядь, ту... Где твои мозги? Что ты жрать будешь? Потом отковыривать камешки со своих этих роликсов, там, 20-каратных. Ты тот самый человек, который на последние бабки покупает себе безделушки? Чему ты учишь детей? Лучше бы он спел песню про то, что, не знаю, закупился дошираком, там, 80 пачек, купил доширака, консервы. Ну, чтобы было. Ну-ка, дай сюда корону. Роли, роли на руке. Блядь, какой кринжовый дед. Я не могу. Я прикорой, снегра, стоял, слабо, дое, на мне, на мне, на который... У меня никому нет никакого негатива, но дед очень смешно выглядит, как он пытается молодиться. Я крутой, блядь. Я дед уже, конечно, ну, блядь, посорите, кольца, блядь. Цепи. Простите, кстати, цепь не надел свою для обзора клипа. Да, я вот такой вот дед, участвую, коллаборирую с молодыми артистами, блядь. Я не старый, про меня все помнят. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. По-моему, у Киркорова постоянно, знаете, вот эти вбросы, типа, что, мол, у меня старая аудитория, старая аудитория, я шучу на эту тему. Но посмотрите, я вон, я косички, бля, заплел, я рэпер тоже, йоу-йоу. Даймонд, руки в роли, себе дроблю. Ладно, ладно, Киркорыч, нормальный ты мужик, все классно. Просто иногда это реально немного кринжово выглядит. Если честно, я вот слушаю эту музыку, у меня в голове просто миллион каких-то знакомых мотивов возникает. Чтобы вы понимали, все, я уже не переношу такое, я слишком старый, мне хочется, чтобы музыка как-то отличалась. Для меня она слилась просто в один шум. Я как-то говорил, что, знаете, можно иногда и Моргенштерна послушать, уже нельзя, все, он вот здесь. Везде его включают, блядь, это невозможно слушать больше. И вот, когда я слышу подобные треки, реально хочется включить старую песню Киркорова «Зайка моя» какая-нибудь. Но я не знал, что любовь может жестокой быть в глазах. Любовь может быть жестокой в глазах, когда ты по-бутово будешь идти в своих роликсах, и тебе быстро разобьют зубы за эти часы. Номинал, роли на руке. Я не знал, что любовь жестокой может быть в глазах номинал. Ладно, Киркоров на самом деле может не ждать ЗП уже до конца жизни, его дети и внуки тоже могут не ждать ЗП. В принципе, он молодец, он обеспечил несколько своих поколений. За это респект. Хочу сказать, что чуваки вообще по поводу продакшена не особо запаривались, да? И подумал, что в принципе наличие Киркорова может вытянуть клип. Надеть несколько брюликов и потом в авторэффекте там эти взрывы подобавлять, поблиближать, тряску добавить. Вигл 3541. Авторэффекчики, ёпта, бля. Роли на руке, роли на руке, роли на руке, роли на руке, что я могу сказать? Клип 5 из 10, песня 5 из 10, нейтралка максимальная, никаких эмоций, ничего. Киркорова мы молодым уже видели, вот когда он там в свет настроение синий появился, такой, Йоу, я прикольный, я молодой. Все такие, вау, Филя, ты такой прикольный, классный. А сейчас типа, вау, Филя, бля, ты едешь кукухой? Да, мы понимаем, никто не хочет стареть, но нужно все равно, знаешь, какое-то уважение своему возрасту проявлять. Ну, а Дава, это Дава, ну, молодец, хайпит как-то, старается, за старание, вот, лайк, молодец. Ну, а с вами был, как всегда, Эльдар, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, покупайте мерч, Инстаграм еще есть и Телеграм. Пока!